МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней из студии Лешат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В министерстве не проводились антикоррупционные проверки. Послушаем и руководителям подписанных организаций. Стоп-коррупция. На заседании в Казанском Кремле обнародовали неприглядные факты злоупотребления в министерствах и ведомствах. Все подробности. Вот не надо чесать там, где не чешется. Это приводит к возникновению аллергических реакций на ровном месте. Закон против родных языков. Кто его продвигает и чем ответят в национальных республиках? Кто подставит плечо Татарстану в этой борьбе? Наши корреспонденты с подробностями из Москвы и Чебоксар. Сегодня Кубок Чемпионата мира. Впервые в столице Татарстана. Меньше месяца до Чемпионата мира по футболу. Чем будет удивлять Казань туристов и болельщиков? Расскажем. Если вы вспомните замечательный советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов», то обязательно в вашей памяти всплывет этот эпизод. И это теперь уже разобранная на цитаты фраза героя Михаила Боярского. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Но ведь у нас сегодня не просто коррупция, а как говорила герой известного произведения Михаила Булгакова, это какой-то нонсенс, то есть отсутствие смысла. На прошедшем на этой неделе заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан были озвучены такие факты, которые просто вызывают шок у нормального человека. Судите сами. Начальник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Марс Бодрудинов рассказал, в частности, что творилось в диспетчерском центре Министерства здравоохранения, который ежегодно получал из казны около 200 миллионов рублей на профилактические медосмотры. Так, в Нижнекамской центральной районной больнице в 2016 году по документам медосмотр прошли почти 11 тысяч человек, за что предъявлено к оплате более 12 миллионов рублей. Встречная проверка показала, что на 900 человек подтверждающих документов просто нет. То есть это все приписки. Но вот этот факт всех присутствующих поверг ступор. В той же больнице 930 мужчин были обследованы гинекологами и мамологами. Им даже умудрились провести УЗИ несуществующих молочных желез. Я уже вижу эту страшную картину. Заходит Нижнекамский мужчина к врачу, а его бедного привязывают к гинекологическому креслу и начинает с УЗИ молочных желез. И так далее. Он кричит, я же мужчина, мужчина. А врач ему, а сейчас мы это посмотрим. Случаи бывают разные. Комеди-клаб просто отдыхает. В Нижнекамской ЦРБ анекдоты становились реальностью. Но по большому счету это не смешно. Тимур Бекмурзин продолжит. Есть ли коррупция в России? Классический риторический вопрос. Это даже не вопрос. Это странный вопрос. Это факт. Но вот ведь парадокс. Стоит попросить собеседника назвать конкретные примеры или даже перечислить самые коррупсоемкие сферы, тут же возникает заминка. В каких сферах по вашему? В основном, наверное, связаны в сфере сфере образования в том числе. Конечно, если продолжить опрос дальше, вслед за образованием граждане неизбежно назовут здравоохранение. Однако есть здесь один тонкий момент. Вознаграждение врачу, медицинскому работнику многие люди у нас считают чуть ли не нормой. Признаются, платить приходится, а разве без этого можно обойтись? Бесплатная медицина есть в России? Бесплатная? Я, по-моему, я уже забыла, когда она была. Хирург мне говорит, вы отблагодарили ассистента, ассистенту даем, ассистенту подводим, вы отблагодарили этой 10 тысяч, тому 5 тысяч. Это известный факт. Образование и здравоохранение – самые коррупционные и емкие сферы деятельности в России и в Татарстане. На них приходится 45% всех выявленных правонарушений. Но в медицине, в республике ситуация более тревожная. С учетом огромных инвестиций в эту сферу, средний показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг на критически низком уровне – 47%. Вывод напрашивается сам собой. Значит, существенные ассигнования, выделяемые на здравоохранение, просто разворовываются. У чиновников для этого есть более изящный термин – нецелевое использование. Но по факту за ним кроются десятки различных коррупционных схем, комбинаций, приписок и тому подобное. Начальник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрудинов на заседании в Кремле привел лишь несколько примеров и фактов. И все они, что называется, вопиющие. Например, теперь уже бывший главный врач республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров создал, по словам Бадрудинова, целую сеть аффилированных с собой коммерческих структур, которые зарабатывали на госзакупках. Только один пример. С 2016 года больница закупала мягкие линзы для глаз у производителя челнинской компании Ватан. И в этом нет никакого криминала, но вот закупала их медучреждение Амирова через двух своих посредников. И как показала проверка, больница закупала линзы от производителя по цене минимум в полтора раза выше. Для сравнения, в Средловской области одна такая линза обходилась местной больнице по цене 962 рубля. В республике Башкортостан ее брали за полторы тысячи, а мы платили две с половиной тысячи рублей. Бесплатные записи уже не было, там далеко надо было пять-шесть месяцев сказали ждать. Но мы уплатили 1700 и попали первый раз к врачу. Людмиле Гуне, можно сказать, повезло. Дополнительных средств у нее больше не взяли, а саму операцию по очереди провели бесплатно. Но проверкой антикоррупционного управления были выявлены неприглядные факты, когда очередь искусственно растягивали, чтобы создать ажиотаж и даже включали в нее умерших, а также тех, кто уже сделал операцию за свой счет. Увы, сомнительные схемы закупок были выявлены и в других подведомственных Минздравоучреждениях, в том числе и самых крупных – обнаружили значительные завышения цен по отдельным позициям до 200%. Напомню, в программе «Семь дней» мы уже делали специальный репортаж на эту тему. С 27 октября мой рецепт лежит в аптеке, лекарства нет, стоимость немаленькая для меня, 8560 стоит упаковка. Это почти вся пенсия по инвалидности, заверяет нас Ляйсан. У нее аналогичная беда, как у Наилии и похожий диагноз. Раз в 28 дней ей нужно делать жизненно важный укол. Врач выписал препарат «Зеладекс». Я федеральный льготник, инвалид второй группы, да, мне положено это лекарство бесплатно. В том году у меня была такая же ситуация, в ноябре месяце мне пришлось купить препарат для химиотерапии, который стоит 62 тысячи. Глядя на вседозволенность и нарушение руководителя министерства, подчиненные сотрудники и муниципальное образование также не соблюдали требования законов. Так, нарушение законодательства министерства не проводились антикоррупционные проверки по случаям и руководителям подвесных организаций. Напомню, речь идет о 150 главных врачах, 10 директорах медколледжей и 150 сотрудников министерства. В системе образования Татарстана самое распространенное правонарушение это незаконное совместительство. Когда чиновники из управления образования, как это было в Менделеевском районе, скажем, сами себя трудоустроили в подведомственной им же организации по дополнительному занятости на рабочем месте у людей понятное дело совпадали, но это не мешало им получать по факту двойную оплату труда. Подработка в коммерческих структурах вообще явление обыденное для многих муниципальных чиновников от образования и здравоохранения. Похожие случаи зафиксированы в Апастовском районе, в Казани и в Нижнекамске. Более 800 коррупционных преступлений на общую сумму около 1 миллиарда рублей было выявлено в Татарстане по итогам прошлого года. Количество правонарушений говорит о масштабе проблемы. Ошибки в декларациях чиновников это только вершина айсберга, а внизу его преступления, связанные с так называемым конфликтом интересов, покровительство карманным бизнес-структурам, махинации с землей, взяточничество. Махинации с земельными участками стали привычным делом для некоторых недобросовестных муниципальных служащих, констатировали на заседании в Кремле. По результатам проверок было возвращено в муниципальную собственность более 340 гектаров земли, которые были сданы в аренду за бесценок или с нарушениями закона. Причем все это не овраги, а коммерческо привлекательные земли. Среди тех, кого персонально назвали на заседании в Кремле и бывшие руководители исполкома Тюлючинского района Рустям Нурулин. За ним числится, судя по докладу Марса Батрудинова, целый плац злоупотреблений. По сути, экс-чиновник, используя служебное положение, занимался тем, что лоббировал интересы фирм, которые сам же и учредил. Через аффилированные структуры, где трудились его родственники, проходили все серьезные заказы на строительные работы. При этом, де-факто контролируемые Нурулиным фирмы еще и завышали стоимость работ, обманывали поставщиков, использовали при строительстве некачественные материалы. Предприниматели уверены, что в этой ситуации не обошлось без покровительства, как говорится, сверху. Тем более, прослеживается аффилированность этой компании с руководством района. Хоть не явное, но косвенное уж точно. Эту горе-компанию еще в 2011 году создал Рустем Нурулин, ныне руководитель исполкома Тюличинского района. Сегодня он отвечает за инфраструктурное развитие и в зоне его ответственности как раз и находится весь строительный сектор. Теперь в этих непригодных для нормальной эксплуатации домах жить людям. И как говорится в таких случаях, весь район знал, но все молчали. И сегодня еще молчат. Это одна из последних съемок нашей программы в Тюличинском районе в апреле этого года. Среди сопровождающих министра экономики Татарстана Элиц вместе с руководством района и знакомый всем нам Рустям Нурулин. Но Минздрав в этот раз все же превзошел всех по изощренности коррупционных схем и иногда по откровенной наглости. По мнению Марса Бодрудинова, не в последнюю очередь это связано с тем, что руководство министерства во главе с экс-министром моделем Вафином не только не пресекало коррупционные проявления, а само находилось, как говорят специалисты, в конфликте интересов. Как выяснилось, Вафин совмещал работу чиновника с руководством кафедры в Казанском медуниверситете. Но мало этого, он еще и создал при себе в 2015 году конкурсную комиссию по отбору претендентов для зачисления в ВУЗ. Комиссия эта рассматривала предложения районов и определяла будущих абитуриентов. Проверки показали, что часть абитуриентов отбиралась на учебу в ВУЗ по коррупционным мотивам. Мы обнаружили несколько студентов, зачисленных по рекомендации министерства, с баллами намного ниже, чем у других претендентов, но зато с влиятельными родителями. Тимур Бекморзин и Роман Безменов. Семь дней. Абсурд у нас не только в здравоохранении. В Госдуме группа депутатов внесла на рассмотрение изменения в закон об образовании, который фактически сводит изучение государственных языков республик к факультативу. Парламент Татарстана уже высказал свое категорическое неприятие этих поправок. На этой неделе стало известно, что парламент Дагестана открыто поддержал обращение депутатов Госсовета Татарстана к председателю Госдумы Володину о категорическом несогласии с переводом изучения государственных языков на добровольную основу. Ранее свое мнение по этому вопросу уже высказывали деятели культуры, науки, образования, общественные активисты и депутаты региональных парламентов Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Чувашии и Якутии. В самой Госдуме свое категорическое несогласие с законопроектом публично выразили бывший глава Комитета по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев и сменивший его на этом посту депутат от Татарстана Ильдар Гельмуддинов. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин открыто выразил свое несогласие с новым законопроектом и сказал, что будет голосовать против. Новый документ уже окрестили законом против родных языков. В итоге, из-за давления общественности и большого резонанса закон о родных языках решили отложить на осеннюю сессию. По сути, этот шаг уже можно считать определенной победой. Но что будет после летних отпусков? Какое решение примут федеральные власти? Вопросы, на которые нужно отвечать сейчас. Подробности у Элизиры Юзаевой. Что может быть прекрасней такой вот идиллии полного взаимопонимания, взаимоуважения, участия и гармонии? После осеннего переполоха страсти по татарскому языку в школах улеглись, нервы успокоились, уроки вернулись в привычное русло. У нас именно изучение татарского языка проходит в таких мирных, именно мирной атмосфере. В этой 30-й Казанской общеобразовательной школе, к слову, не национального профиля, все родители без исключения выбрали татарский язык в качестве родного. Родного не по крови, а по жизни. Это самый лучший, идеальный вариант для изучения татарского языка. В школе не было долгих премий и излишних блужданий в поисках нового пути в светлое будущее без татарского языка. Конечно, часы преподавания, как того потребовала прокуратура, сократили в два раза, но главное, этот предмет, пока еще обязательный к изучению, остался в школьной программе. Если ребенок учится в школе, он все предметы должен изучать в обязательном порядке. Здесь вне обсуждения, хочет ребенок изучать или не хочет. Если идти на их поводу, извините меня, они могут отказаться и от физики, и от математики. Опасение директоров школ вполне оправданно, кому хочется жить в эпоху перемен, которые, как считают педагоги, последовательно ведут к деградации образования, воспитания, культуры и нравов. Многочисленные народы, населяющие Россию, постепенно теряют свою языковую среду. И этот факт неоспорим. Вопрос изучения родного языка в семье это отдельный разговор. Тут важно понять, что национальная политика государства не может быть ограничена сферой бытового и внутрисемейного общения. Современным городским детям негде говорить на родном языке, кроме как на уроках родного языка в школе. Но новый законопроект может исключить даже эту минимальную возможность. Вот выдержки из нового документа. Преподавание и изучение государственных языков Республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе. При выборе языка обучения и воспитания изучаемого родного языка из числа языков народов учет мнений обучающихся и их родителей осуществляется на основании письменных заявлений. В частности раньше родители имели право выбирать язык обучения и факультативные предметы. Сейчас там добавлены слова что родители имеют право выбрать язык обучения и факультативные предметы в том числе родные языки и государственные языки республик. Это означает что они будут преподаваться только как факультативные предметы в новом варианте закона. Изучение родных языков многочисленных народов в России станет по закону возможным но при ограниченных условиях если школа сможет предоставить родному языку так называемые внеурочные часы. Чтобы оценить всю глубину проблемы нужно понять что такое внеурочные часы или факультативные занятия. Это не обязательно учебный курс курс по выбору по желанию по возможностям школы без государственного финансирования. Так может получиться что второму государственному языку в республике татарскому языку придется еще побороться за место под солнцем с робототехникой бисероплетением и умелыми ручками. Все это конечно противоречит Конституции Российской Федерации но тем не менее пока еще никто не обращался к Конституционному суду. понимаете обращение Конституционный суд требует серьезной подготовки а к сожалению у татарского народа и других народов Российской Федерации нет серьезной юридической службы которая бы защищала эти интересы. 16 ноября 2004 года практически 15 лет тому назад Конституционный суд Российской Федерации постановил что татарские и русские языки могут изучаться в равных объемах. Практически 15 лет тому назад Конституционный суд Российской Федерации гарантировал возможность использования татарского языка во время получения основного общего образования. А вот как звучит последний абзац этого постановления которое было принято практически 15 лет тому назад. Данное решение этой высшей судебной инстанции окончательное и обжалованию не подлежит. Они об этом хотят забыть а мы же не забываем об этом потому что такое постановление имеется он пока еще в силе. Главным конституционным принципом сохранения языков народов России является их равноправие потому этот новый документ депутаты и считают антиконституционным. Как оказалось в руках его еще никто не держал в глаза никто не видел. Проект появился на сайте Госдумы в начале апреля но его уже успели в попыхах рассмотреть на комитете по образованию и науке и принять в первом чтение без какого-либо согласования или обсуждения с национальными регионами без проведения публичных слушаний без экспертной оценки ученых ряд депутатов Госдумы решили что имеют полное моральное право вот так взять и распорядиться судьбой языков и народов проживающих в многонациональной России. Я надеюсь что депутаты Госдумы и руководство Российской Федерации более внимательно будут обращаться к этому вопросу потому что национальный вопрос очень тонкий очень чепетильный если мы запустим ошибку малейшую ошибку в этом вопросе может случиться большая беда мы это видим уже на практике в жизни других стран Украина там тоже в Катавасе у них проблемы начались с запретом русского языка в образовательных организациях и в средствах массовой информации сейчас очень острые споры идут в Латвии такие же споры шли в свое время и в Азербайджане и сейчас они не утихают и в Югославии были такие вопросы очень острые бодняты мы этого не хотим мы не хотим чтобы Российская Федерация многонациональная страна многонациональное государство шло по пути вот этих стран Два государственных флага и таблички на двух государственных языках Директор Волжского университета водного транспорта после вступления в должность год тому назад первым делом все госатрибуты привел в соответствие с законом язык где ты живешь это обязательно тут даже вопросов не может быть такая международная обстановка тяжелая еще не нужный вот такой национальный вопрос поднимают внутри это мягко говоря неприятели только могут сделать не надо трогать у нас все прекрасно живем понимаем а внутри как-нибудь разберемся сами этот частный татарский детский сад появился в сентябре 2017 года тогда когда в школах шли прокурорские проверки начали сокращать часы преподавания и увольнять педагогов родители стали искать дополнительную возможность изучения родного языка пока его совсем не отменили Эльзира Юзаева и Роман Безменов 7 дней мы уже не раз подчеркивали в нашей программе что проблема изучения государственных языков в национальных республиках это не просто проблема образования это вопрос сохранения России как федеративного многокомпенсионального и многонационального государства давайте не забывать что многие эти принципы прописаны в главных документах определяющих нашу жизнь в конституции Российской Федерации и в Конституции Республики Татарстан которая к слову была принята раньше действующей российской цитируем в сотый раз статью восьмую Конституции Татарстана государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарские и русские языки в органах государственной власти органах местного самоуправления государственных учреждениях Республики Татарстан государственные языки Республики Татарстан употребляются на равных основаниях статья 5 Конституции Российской Федерации гласит республика в скобках государство имеет свою конституцию и законодательство то есть республики в Конституции Российской Федерации имеет статус государств и соответствующие права утвержденные основным законом Вспомним статью 68 Российской Конституции Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык Республики вправе устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти органах местного самоуправления государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации То есть Конституция Российской Федерации четко разделила понятие государственных и родных языков. Она гарантировала всем народам права на сохранение родного языка и дала республикам как государствам в составе России право устанавливать свои государственные языки. И этот статус делает их обязательными для изучения. Иначе опять получается абсурд. Русский как государственный обязателен, а национальный язык республик как государственный по желанию. Где тут равноправие? Государственный язык по желанию, где вы такое видели? Это абсолютно антиконституционное положение. И это не мое личное мнение. Это закон так гласит. И все ведомственные акты Минобра России, образовательные стандарты, действия других государственных органов против национальных языков грубо нарушают Конституцию России. Давайте почитаем российскую энциклопедию, как она трактует понятие государственного языка. Государственный язык, язык, пользующийся в государстве законодательным статусом в соответствии с Конституцией или особым законом обязательного в употреблении в официальных сферах жизни, выполняет функцию интеграционную в рамках данного государства в политической, социальной и культурной областях, выступая в качестве его символа. Статус государственного языка обычно придается языку титульной нации. Государственно может быть объявлен один язык в большинстве стран или несколько. Как все понятно написано, выполняет интеграционную функцию, обязателен в употреблении и какие еще объяснения нужны. В этой связи очень важно для всех нас еще раз послушать первого президента республики Татарстан, нынешнего государственного советника республики Ментимир Шаймиева. Вот что он сказал после церемонии инаугурации президента России. Самое важное, это же он клятву произнес, положив руку на Конституцию Российской Федерации, что глава государства будет влюсти основные законы страны, на основе которого сплачиваться должна вся нация. Российская Федерация как многонационарная, как одна команда, как она сегодня сказала, как общая команда должна работать. Очень важно, что, подчеркнув значение и вспомнив и сказав о юбилее Конституции Российской, действительно, не считая, что века прошла, я хотел бы сказать и пожелать, чтобы мы клятву, клятву клялся президент, произнес клятву, и это основа соблюдения основного закона России, она стала предметом объединения всех нас. Я почему об этом говорю? Потому что есть по жизни время от времени такие движения, вопреки основному закону, его основополагающим статьям, попытки как бы или принять какие-то законы, попытки или иные решения, не в рамках, я бы сказал, Конституции, или противоречившей Конституции. Это те попытки, особенно образовательной системе, касающиеся сохранения родных языков российских народов, всех нас, в Конституции Российской Федерации, четко написано, что имеют право народы Российской Федерации. Это, по сути дела, не может иначе не быть, это кирвичное право, это владение и сохранение родного языка. Да. Есть государственные языки Российской Федерации. Мы не обсуждаем даже данный вопрос, мы должны все знать и хорошо знать. И я должен сказать, что патерстанцы и наш народ в этом плане, я бы сказал, даже преуспевают по показателям различных конкурсов, там, и так далее, и так далее. Это все признают. Но и при этом Конституции Российской Федерации предусмотрены право народов на развитие своих государственных языков, республиков. Это же по Конституции, вот по системе образования, по правам, значит, для изучения государственных языков и родных языков, это полностью в соответствии с Конституцией Российской Федерации и, в данном случае, Конституции, например, поскольку татарстан. Безупречно. И при этом искать какие-то в этом лазейки, вопреки, я должен сказать, и не в соответствии, не в полном соответствии с законом, и Конституцией, основным законом, и Конституционным законом, я должен еще сказать, этого не с него и сделано. Вопрос, на самом деле, не просто серьезный и очень острый, но и болезненный, затрагивающий интересы множеству людей. Очевидно, что простых решений здесь нет. Но для нас, для россиян, это еще дело чести, особенно в нынешней непростой ситуации в мире, когда идут притеснения прав носителей родного языка. Мы все знаем и внимательно следим, как притесняют права русскоязычных людей на Украине, где принимают, как справедливо пишут российских СМИ, неприемлемый в цивилизованном мире закон об образовании. Русскоязычные жители Латвии выходят на улицу с протестами, когда русский язык убирают из школьной программы. Мы говорим через наши федеральные издания и телеканалы, как такое, в принципе, возможно в современном мире. И справедливо приводим примеры стран Европы, ту же Швейцарию или скандинавские государства, где спокойно действует сразу несколько государственных языков. А почему бы тогда нам под таким же углом зрения не посмотреть на языковую ситуацию внутри страны? Другой ключевой тезис. Разве не понятно, что ущемление прав государственных языков в национальных республиках ведет к расколу общества, к очень опасному разделению ее граждан по национальному признаку? Ведь мы же видим, чем заканчиваются рассуждения о ненужности изучения татарского языка в Татарстане. Противники татарского языка уже намекают, а зачем вообще нужны республики? Это явно лишнее образование. Да здравствует единообразие, губернизация России. К чему нас может привести такая политика? Даже страшно подумать. Тимур Бекмурзин продолжит. Это предмет, который не приносит знаний, не приносит пользы. Михаил Щеглов не дает татарскому языку в Татарстане ни единого шанса. Звучит нелепо, даже дико. Вряд ли такое представить возможно в цивилизованной европейской стране. Но оголтелые, по-другому не скажешь, противники изучения татарского языка в Татарстане не приемлют никаких компромиссов. Теперь уже и методики преподавания. Количество часов их не волнует. Главное сказать, звучное и решительное нет. Они будут ходить на ваши эти, как сказать, уроки. Будут там сидеть, но ничего мы учить не будем. И то, что пишут везде суверенитет, суверенитет. Все, кончился суверенитет. Одна из наиболее принципиальных и ярых противниц изучения татарского языка Ольга Зеединова-Гавриленко. Верная соратница Михаила Щеглова и участница протестов. В Казани многим известно благодаря скандальному комментарию экстремистской направленности, оскорбляющему татар. Позже Зеединова-Гавриленко объяснила, что унижающий татар записи оставил ее сын, которого с ее слов принуждали изучать татарский язык. В интернете распространяется скриншот, где вы говорите якобы, что татарыча плашня. Это правда или нет? Это мой ребенок, во-первых, выложил. Вот, это во-первых. Я уже извинилась, меня не было с пяти вечера. Дальнейшее развитие истории выглядит совсем уж некрасиво. Если верить данным телеграм-канала «Татарская Якудза», не так давно в квартире Ольги Зеодиновой прошел обыск. Проводился он в рамках расследования дела, которое завели на женщину в феврале этого года. Ее подозревают в нарушении закона по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Авторы телеграм-канала утверждают, что следователями в квартире Зеодиновой были изъяты компьютер и электронные носители. Среди них была обнаружена запись с развратными действиями Зеодиновой по отношению к своему нетрезвому супругу. Следователи выяснили, сообщает автор телеграм-канала, что видеозапись производил несовершеннолетний сын Ольги Зеодиновой. «Если что-то там есть, какой-то якобы видеоматериал, что это совершенно сфабрикованное постановочное видео». «Она адекватный человек, вот эта Ольга Зеодиновая? Достойна членом общества?» «Ну, я считаю, что да». «Если бы только одна Зеодиновая отличалась воинственной позицией по данному вопросу, почитайте, что пишут отдельные противники татарского языка на форумах. Ведь это же ни в какие ворота не лезет, извините. Когда уже им прищемят, Путину пусть скажут про обеззаловку своего тат-яза. «Гнать тряпкой в Америкосию». «Вот Сталина на них нет, ей-богу, по-хорошему не хотят решать. Дикий народ». «Люди есть, которые эмоционально заряжены, и из них начинает переть вот это все». «Стыдно унижать представителя другой нации, стыдно унижать другой язык и культуры. Мы не были такими. Поэтому я людей, которые выступают за разрушение России и за разрушение Татарстана, считаю, что это вненациональные, непонимающие какие-то элементы, пусть не обижаются только, но для меня они не русские. Для меня русские – это пушкин-лермонтовцы. И я сталкивался, личное оскорбление в том смысле, что чурка, чеплашка, ты защищаешь своих татар, коррупционеров. Дело в том, что есть хорошая социология, исследования относительно того, что повестку и смыслы диктует меньшинство. Есть понятие агрессивного меньшинства. И часто это агрессивное меньшинство, оно настолько громко кричит, что как будто стоит орк, как будто большого количества людей. Здесь, вы правильно подчеркнули, они никого не представляют, потому что русское общество, русская община, вообще русское население, и не только русское, настолько толерантны и, так сказать, настолько мы вжились друг в друга, что никаких вопросов не существовало. У меня много друзей русских, которые, выезжая за пределами Татарстана, говорят, что мы татары. Тролли, купленные, заказные. В Москве есть группы, которые заинтересованы, чтобы раскачать и прихватить собственность какую-то. А там, когда жадность возникает, то там уже нет никаких границ. Все позволено, лишь бы это ухватить и умчаться куда-нибудь подальше. Я думаю, дело не в русских. Я думаю, в каждом народе есть там 5-10% которые хотят скандала. Вы знаете, вот среди русских вы только что сказали. Вот ввиду того, что я защищаю татарский, меня пригласили на все татарские сайты, во все татарские группы. Вы знаете, и среди татар точно так же, есть 5%. Сторонников обязательного изучения татарского языка в республике явное большинство, и это надо учитывать. Павел Шмаков приводит еще один веский аргумент в пользу политики билингвизма. Опыт европейских стран. Знаете, как в Финляндии красиво решили языковой вопрос? Вот финская школа, приходят дети в первый класс, учат финский язык. В третьем классе они обязаны выбрать еще один иностранный язык. В пятом еще один. И в седьмом, в третьем, в пятом, в седьмом. Три языка еще, кроме финского. Из этих трех языков один обязательно шведский. То есть все знают финский и шведский, и все в Финляндии дети и взрослые знают 4 иностранных языка. Эти аргументы на Михаила Щеглова и его соратников пока не действуют. И могут ли подействовать в принципе – большой вопрос. Слишком разные позиции. Республика Татарстан зачем? Государственность зачем? Ну если вот я вот, например, вас спрашиваю, вы меня спрашиваете, а я вас. Вот зачем? Ну зачем государственность нужна еще, если есть инструмент национальной культурной автономии? Почему выступать за изменение государственного строя? За это привлекали к уголовной ответственности. И это правильно, посмотрите. Основы конституционного строя, они не зыблемы. Конституцию принимали все жители республики и страны. Мы голосовали за эту конституцию. Поэтому это воля народов. И не этим людям определять, что правильно, что не так. Дискуссия, возможно, но в рамках приличия и в рамках правовой какой-то системы. Тимур Викморзин и Роман Безменов. Семь дней. Мне хочется сказать всем этим людям – читайте Российскую Конституцию, Конституцию Татарстана и уважайте основной закон. И честно говоря, с этими господами давно все понятно. Меня больше волнуют другие. Среди депутатов Госдумы, авторов закона против родных языков, представителей национальных регионов. Вот они – Алена Аршинова и Олег Николаев от Чувашии, Шамсаил Саралиев от Чечни, Елена Строкова от Республики Алтай. Четверо из шести. Возмутились этим обстоятельством только наши соседи Чувашии. Они опубликовали соответствующую петицию о необходимости отзыва этих депутатов. И мы услышим сегодня их мнение. Но в целом ситуация это не меняет. Несогласия до сих пор чересчур молчаливые. Рассмотрение законопроекта отложено до осени. Значит, еще есть время, чтобы подумать и принять единственно правильное решение. Михаил Любимов из Госдумы и столицы Чувашской Республики. Это здание на охотном ряду в Москве. Здание Госдумы Российской Федерации, наверное, представляет сегодня собою самый большой почтовый ящик страны. Именно сюда, в это здание сейчас летят телеграммы, письма, обращения, просьбы, пожелания от жителей страны. От жителей, конечно, в основном национальных республик. А просьба-то одна. Госдума должна крепко подумать, прежде чем принять такой закон. Наших депутатов, депутатов от Татарстана, особо упрашивать уже не нужно. Как нас заверили сегодня, именно здесь. Единая позиция по этому вопросу выработана и выработана давно. Другое дело, что депутатов наших депутатов 15. Пока. В моем только комитете 26 обращений, из них 23 против принятия закона и всего 3 за поддержку. Никакой гарантии, конституционной гарантии, которая говорит о том, что государство гарантирует изучение родных языков и государственный язык республик, никакой гарантии не пахнет. То есть могут изучать, могут не изучать, как в данном случае формировать педагогов, то есть как готовить педагогов, в каком количестве, как нам быть с программами. Непростой законопроект и очень непростой к нему отношение. Я заранее могу предположить, что здесь никогда не будет консенсуса. У меня возникает вопрос, каким образом мы должны планировать бюджетное ассигнование. Все, что касается общего образования, просвещения, образования в школе, дошкольного образования, это полномочия субъекта Российской Федерации. Соответственно, тогда, когда мы на свои полномочия формируем бюджетное ассигнование, когда мы обосновываем бюджетное ассигнование, мы обосновываем, исходя из полномочий, исходя из детально просчитанного объема. Когда мы говорим о понятии добровольности, здесь, знаете, невозможно просчитать эти детальные объемы. Какие объемы? Непонятно. Как готовить учителей? Сколько их должно быть? Каждый год должны проводить. В общем, огромное количество вопросов. Я отрицательно отношусь к этому закону, потому что считаю, что если это добровольно будет, то постепенно мы потеряем специалистов, которые смогут в конечном итоге преподавать родной язык. Это связано не только с татарским языком, это связано со всеми родными языками, которые у нас в России есть. И в конечном итоге язык начнет умирать. Это моё мнение. Вот тот законопроект, который внесён, это уменьшение гарантии по государственному языку, уменьшение гарантии реализации федеративного характера нашего государства. И это история, которая в русском языке есть поговорка такая, не надо чесать там, где не чешется. Вот если бы я владел татарским языком, я бы, наверное, вам сейчас сказал на татарском, как это звучит. Но, наверное, не менее вкусно и смачно. Вот не надо чесать там, где не чешется. Это приводит к возникновению аллергических реакций на ровном месте. Вот то, что сейчас пытаются коллеги предложить в своё законопроекте, это история с минусовым оттенком в нашем татарстанском обществе. И мы, конечно, её поддерживать не будем. Я в любом случае предприму всё возможное, что сейчас от меня зависит. Для меня вопрос важен, для моих коллег. Поэтому что мы сделали? В первую очередь мы собрали совещание, собрались вместе с моими коллегами-депутатами от Татарстана и выработали единую позицию. Это очень важно. В чём она заключается? А в том, что изучение национальных языков должно быть интегрировано в общий образовательный процесс. Нельзя отдавать это на откуп местным властям, иначе получится, мы будем петь абсолютно разные партии в этой достаточно серьёзной общей, собственно говоря, игре. Поэтому я полагаю, что мы будем консолидировано все депутаты от Татарстана работать, отстаивать свою позицию. В любом случае, рассмотрение этого законопроекта, работы на один законопроект, мы должны выйти к таким решениям, которые ни в коем случае не будут ущемлять права наших граждан на изучение родных языков. Ни в коем случае. Дойдёт до голосования, значит, вот, и будет принято, значит, я сомневаюсь, потому что работаем. Не медленно создать, значит, вот там комиссию. Одно дело, значит, вот руками махать на госсовете, а другое дело, конкретно, значит, вот, заниматься. Вот. И работать, значит, вот, Фарид Халилович не раз приехать тоже. И убедительно прошу, значит, Руслан Мургалевич, значит, вот, как говорится, сам занялся этим вопросом. Тогда, я думаю, значит, вот, уверен будет успех. Это ведь позиция не только нас, тарстанских депутатов, это позиция и депутатов и других регионов, и других народов страны, поэтому... То есть пока чуть больше, чем 15 против, да? Нет, не чуть, а больше. И поэтому я думаю, что мы вот конструктивно к этому взаимоприемлемому, удовлетворяющему все стороны, условию придем. Сегодня в республике проведена огромная работа. Мы учли все замечания прокуратуры и всех проверяющих структур. И я не вижу предметы, проблемы, которые здесь сегодня существуют. А если есть какие-то нарушения, допустим, в других регионах, ну, это мое личное мнение как законодателя, я думаю, что есть моменты, которые можно подзаконными актами урегулировать. Я буду голосовать так, как говорят народы Татарстана. Я полностью разделяю позицию президента, полностью разделяю позицию первого президента, опасения всех народов Татарстана. Я буду голосовать так, как говорит моя совесть и мое сердце. Наших голосов, 15 татарстанских депутатов, не хватит, конечно, чтобы заблокировать этот законопроект, но я совершенно точно буду голосовать, если дойдет до рассмотрения, буду голосовать против. И буду призывать всех коллег голосовать против. Я думаю, что мы еще в начале пути, и нам предстоит много сделать. Язык мой, враг мой. Наверное, именно так теперь думают те депутаты Госдумы от Чувашской республики, которые поставили свою подпись под этим законопроектом. Здесь, в Чувашии, в Чубаксарах, безусловно, обратили внимание на это обстоятельство, которое мы в Татарстане посчитали бы просто нереальным. Обратили внимание на то, что неприкосновенными должны быть не депутаты, а языки. Из текста петиции, распространенной общественными активистами Чувашии. Чувашия должна поддержать Татарстан. Отозвать из Нижней Палаты Совета Федерации списочных депутатов Госдумы от Чувашии Николаева и Аршинову за этот законопроект. Это предательство национальных интересов Чувашии и всех других народов. Выступать против языков Федерации – это предательство всей России. У этой петиции большие перспективы. Сейчас мы, после того, как соберем определенное количество голосов на петиции, мы отправим в администрацию президента, отправим в спецслужбы, чтобы они изучили характер появления этого законопроекта, чтобы проверили на экстремизм, на содержание экстремизма. Так как у депутатов Госдумы есть определенное, как бы, их нельзя привлечь за это, у них есть защита, как от простого гражданина, можно привлечь за экстремизм. А у депутатов есть иммунитет, и этим активно пользуются, предлагая такие инициативы. Я считаю, что то, что разобщает общество, это уже экстремизм, и их обязательно нужно проверить. В таком случае вы должны высказать свою позицию. Почему вы считаете, что добровольность изучения языков разобщает общество? Добровольность изучения языков практически нивелирует все отношения, которые созданы в Российской Федерации. Это и договор федеративный, и конституция, то есть это полное противоречие Конституции Российской Федерации, федеративному договору, тем основам, на которых и соединялись эти республики, чтобы образовать федерацию. Поэтому это очень опасно. Или они хотят добиться русификации нас, Чувашей, Марийцев, Татар, Башкер и так далее, и так далее. То есть цели непонятны, цели непонятны. И, конечно же, мы не можем приветствовать все это дело, не можем никак приветствовать. Мы изначально осудили и на уровне Совета Старейшин нашей республики. А что вы собираетесь делать в этой связи? Ну, по крайней мере, мы молчать не будем. Мы молчать не будем. А вот пришло, наверное, время авторов таких дурацких решений выставить на черную доску позора. Лишить их должностей, лишить их денег. Не надо, пусть живут, пусть здравствуют. А чтобы в народе, в нации был у них свой ярлык. Именно с доски, черной доски. Если отменять государственный язык, а всего, скорее всего, к этому дело идет, то следующим шагом будет и отменять понятие республик, государственность и так далее, и так далее. То есть это удар по федерализму. И эта форма добровольного изучения, она звучит так. Это фактически отлучить от изучения языка. В общем, получается так, что все, что не обязательно, все как бы и не нужно. Ну, нет. Это я вам говорю, что это именно, как это термин оптимизации, добровольность, это уничтожение инороческих языков. В России не давали изучать. Инороческих с точки зрения авторов законопроектов. Да они нас считают инороческими до сих пор. Эта идея о том, что в России, в российской национальной языковой политике, должен быть один главный ведущий, находящийся на переднем плане язык, эта идея, в принципе, стара как мир. Регионам в нашей стране уже давным-давно позволено иметь свои небольшие языки, которые не считаются обязательными, и любой регион в любой момент может признать их совершенно несущественными. Только вот вопрос. А далеко ли мы уедем вот на такой-то конструкции, довольно старой конструкции, которая грозит стать еще более допотутной, человечество давно уже решило, что у велосипеда должно быть два колеса, и эти колеса должны быть равновеликими. Изобретать велосипед давным-давно уже никому не нужно. Михаил Любимов, Эльзира Юзаева, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Сегодня Кубок Чемпионата мира. Впервые в столице Тарстана. Меньше месяца до Чемпионата мира по футболу. Чем будет удивлять Казань туристов и болельщиков? Расскажем. В понедельник Рустам Мениханов в Кремле вручил игрокам и тренерам волейбольной команды «Зенит» государственные награды. Президент поздравил волейболистов с победой в пяти турнирах сезона. Рустам Мениханов особо выделил победу «Зенита» в национальном чемпионате. Чемпионами России вы становитесь десятый раз. Уверенно сражаясь, вы не оставили сопернику ни шанса. Победа была красивой и убедительной, сказал президент. Также в понедельник Рустам Мениханов в особо экономической зоне Алабуга открыл первый в Поволжье сервисный металлоцентр ММК Джошкунос-Алабуга. На 24-м по счету заводе, который построен в Алабуге, будут производить бланки для штамповки кузовных деталей автомобилей. В среду Рустам Мениханов находился с рабочей поездкой в Спасском районе Татарстана. Президент ознакомился с ходом строительства нового гостиничного комплекса «Колгали». В четверг с двухдневным рабочим визитом Рустам Мениханов посетил Китайскую Народную Республику, провел встречи с руководством провинций Джиньцзянь и Фудзянь, посетил ряд промышленных компаний и принял участие в деловом форуме «Татарстан-Фудзянь». В воскресенье на площади Тысячелетия в Казани прошел традиционный казанский марафон среди участников забега и президент Татарстана Рустам Мениханов. Всего в забеге на четыре разные дистанции приняли участие порядка 10 тысяч человек. На дорожке вышли и гости из Москвы – Родион Газманов и Тина Канделаки. Продолжаем программу «Семь дней» к другим темам. До начала чемпионата мира по футболу осталось 26 дней. Татарстан в предвкушении большого спортивного праздника. Казань на 97% готова к проведению Мундиаля. Такую оценку на этой неделе дал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. За четыре недели до старта мирового перенства на матчи, которые пройдут в Казани, продано 95% билетов. Причем 53% приобрели иностранцы. В четверг в столице Татарстана прошло, пожалуй, самое главное событие подготовительного этапа. В Казань прибыл главный трофей игр – Кубок Чемпионата мира по футболу. Он сделан, кстати, из чистого золота. И, к слову, главный приз января по апрель посетил более 90 городов в 50 странах. В течение трех дней у казанцев и гостей столицы была уникальная возможность своими глазами увидеть этот главный футбольный трофей и сфотографироваться. Сейчас на улице города продолжаются дорожные работы. На Казань-арене завершаются последние приготовления. Обо всем подробнее Сергей Темляков. Вся сфера гостеприимства готова. Какие сюрпризы и интересные мероприятия Казань приготовила для болельщиков и гостей чемпионата. Мы решили расспросить об этом Дарью Санникову. Появились новые экскурсии и маршруты, отмечает руководитель столичного комитета по развитию туризма. В этом году с 1 мая стартовал у нас новый маршрут у этого автобуса. Помимо исторического культурного центра мы еще добавили левый берег Казанки. Продолжительность экскурсии полтора часа на восьми языках. Для любителей ночной жизни тоже появилось уникальное предложение. Воспользоваться им можно с 10 вечера и до рассвета. Одна из новинок это ночной мьюзик-бас. Это проект совместный с нами и ночной мэрией. Помимо того, что ты можешь покушать внутри этого автобуса, послушать прекрасную музыку, так еще и получить информационные данные о городе Казань. Первая наша остановка – татарская усадьба. Здесь болельщики смогут оценить национальный колорит. А в контактном зоопарке познакомятся с главным казанским оракулом. Если в Германии был осьминог Пауль, то у нас свой казанский предсказатель – козел Борис. Борис, не жуй. Он уже год предсказывает результаты матчей хоккейного клуба «Акбарс». И ни разу не ошибся. Сегодня мы попробуем предсказать итоги игры первого матча чемпионата мира по футболу в Казани между Францией и Австралией. Ну что ж, мы разложили два кочана. Франция, Австралия. Кто победит в первом матче чемпионата мира по футболу в Казани? Борис, пожалуйста, предсказывай. Отмечу сразу – Борис предсказывает только на сытый желудок. Судя по тому, что оторвал два листа капусты, счет будет 2-0 в пользу Франции. Мы собираемся поставить на нашей летней веранде телевизор большой, телекран. Как и все рестораны и кафе, говорит шеф-повар Умея Муратова, переходим на усиленный режим работы. В штате поваров пополнение. Меню перевели на разные языки. Подготовили мастер-классы, где болельщики смогут попробовать сами испечь национальные блюда. Удивлять гостей в усадьбе решили татарстанскими мини-сетами. У нас два вида – отдельно с мясом, отдельно сладкие. Значит, мы хотим, чтобы наши мини-сеты, люди все попробовали, это делаем в маленьких пропорциях, чтобы можно, как бы, называется на один укус. Большое количество французов к нам приедут, ну и испанцев. Кто он болельщик, который приедет в Казань? Дарья отмечает, в топ-5 также входят австралийцы, колумбийцы и китайцы. Будет много и российских фанатов. От себя добавлю, есть уже прогнозные цифры. Туристы, приехавшие в Казань на чемпионат, потратят 20 миллиардов рублей. Там будет очень много стилизованных вечеринок, именно по те команды, которые к нам приезжают, в стиле том, который любит эти команды. Например, для иранцев будет выступать их любимый певец Араш. Останавливаемся у Кремля. От Казанского Кремля можно доехать до Фонтана Люби в Ленинском садике. Плюс ко всему можно сделать фотосессию. На набережной Сочи есть такой проект. А так, вы знаете, наверное, в Центральном парке Нью-Йорка есть такие рикши. Дарья рассказывает, запланировано более сотни культурных мероприятий. Сабантуй, к примеру, пройдет 23 июня. Здесь же в Кремле Эрмитаж приведет выставку «Царские подарки». Третьяковская галерея передвижников. Будет фестиваль в Кремлин конфедерейшн оф арт. Вот мы и доехали до самой популярной точки для фотографий, которую советуют посетить всем гостям. Александр Дюма сказал, здесь церковь и мечеть соседствуют, а здесь крест и полумесяц получили такое дружеское братство, которое нигде не встретишь, кроме как в Казани. Вернувшись в автобус, расспрашиваем Дарью, какие сувениры заготовлены. Оказывается, больше всего сшито тюбитеек, шелковых платков с национальными орнаментами и татарских кукол. Что сделано для удобства? Обновлена навигация, по городу установлены новые указатели. С 1 июня начнут работать информационные шатры, где можно будет получить справку на шести языках. Впереди площадь Тысячелетия. Три, два, один! Сегодня Кубок Чемпионата мира, посетивший 50 стран, впервые в столице Татарстана. В течение трех дней жители и гости республики смогут увидеть главную футбольную реликвию. Вот он, главный трофей из чистого золота. Весит кубок 6 килограммов 142 грамма. Казань его привезли в четверг. Болельщики решили не упустить уникальный шанс. Даже были не против постоять в очереди, чтобы сфотографироваться с главным призом чемпионата. Первыми фотографии сделали футболистки команды «Кадеты» и «Загрыза». Они выиграли всероссийский конкурс. Впервые в истории игр именно девушки будут подавать мячи на матчи открытий между Россией и Саудовской Аравией. Мы настраиваемся морально, настраиваемся физически. У нас просто переполняют эмоции, и мы не можем пока с холодным рассудком это все принять. И у них будет право стоять на расстоянии вытянутой руки от известнейших игроков мира. Мне кажется, это очень сильный мотивационный фактор для них. И будет большой стимул для тех, кто будет смотреть эти игры. Будет установлен самый большой чак-чак в России. Примерно 1300 килограммов чак-чак, выполненный в форме мяча футбольного. По пути к центру семьи Казань Дарья замечает. Удивлять гостей будем и на фестивале болельщиков. Сейчас завершается подготовка площадки. Выполнено 60% от общего объема работ. Пространство полностью обновится от станции метро до чаши. Территорию объединит рисунок траектории полета мяча. Импровизированный бросок завершится на площади перед зданием Татмедиа, где появится композиция из 32 шаров по количеству стран-участниц ФИФА. Осталось положить газон, установить светильники, арт-объекты и большой экран. На нем будут показывать все матчи чемпионата мира. Фан-фестиваль начнет свою работу за два часа до трансляции первого матча. Закончит свою работу через час после окончания последнего матча. Конечная остановка в нашем автобусном туре «Казань-Арена». Здесь нас ждет министр спорта Владимир Леонов. Стадион «Казань-Арена» после 31 мая полностью переходит в оперативное управление оргкомитету. «Казань-Арена» претерпела изменения. Для лучшей телевизионной картинки расширен медиа-центр. На стадионе теперь есть бесплатный Wi-Fi. Ожидаемые аншлаги на всех шести матчах, отмечает Владимир Леонов. Подготовлены и базы для команд. Базироваться в «Казани» будут три сборные. Сборная «Колумбии» будет тренироваться на новом поле и жить на «Свияге» в комплексе стендовой стрельбы. Сборная «Австралии» на базе хоккейного клуба «Акбарств» тренироваться на стадионе «Трудовые резервы». Сборная «Японии» разместится на базе «Рубина». «Казани» команды ждем с 10 июня. Подготовлены два гостевых стадиона. Это центральный «Электрон» – резервный стадион «Динамо». Журналисты любят спросить, а что же, ну где узкое горлышко. Поверьте, мы все это расширили, мы все это прошли. Мы провели огромное количество тестов, проверок. Знаете, что в рамках последнего тестового матча мы провели эвакуацию даже со стадиона. Мы смоделировали ряд ситуаций на группе входа, что кто-то внес какие-то плакаты, либо запрещенные какие-то материалы. Все было локализовано. До старта чемпионата мира по футболу осталось всего 26 дней. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Роман Безменов. Семь дней. 19 мая свой профессиональный праздник отметили работники республиканских СМИ, представители четвертой власти. Ни для кого не секрет, что журналисты обладают самым мощным оружием современного мира – информацией и, соответственно, оказывают огромное влияние на общественное мнение. Важным событием для средств массовой информации Татарстана в преддверии праздника стало подведение итогов ежегодного республиканского журналистского конкурса «Беллюркалям» или «Хрустальное перо». На церемонии вновь наградили лучших представителей отрасли, а 15 человек получили высокие звания «Заслуженный работник печати» и «Массовых коммуникаций Республики Татарстан». Честно говоря, такое количество высоких профессиональных званий на одном мероприятии было вручено впервые. Агентство Татмедиа смогло сделать невозможное. Спасибо всем, кто готовил этот праздник. Но, несмотря на то, что современное медиасообщество стремительно растет, проблемы остаются. И в первую очередь это проблема нехватки профессиональных кадров журналистики. Наш корреспондент Зарина Ахметова о празднике и не только. Безвыходное положение было и попросили ей вернуться. Я вернулась, решила помочь родному коллективу. Роза Галямова уже давно на заслуженном отдыхе. Но когда коллектив Лайшевской газеты «Камаяга» сказал ей «надо», пенсионерка тут же ответила «есть». Говорит, нас так воспитывали. Да и положение у редакции было почти безвыходное. Роза Шамилевна не просто вернулась поддержать родное издание, а одна закрыла сразу три позиции – переводчика текстов с русского на татарский язык, корректора и зама главного редактора по дубляжу. Не можем найти человека, который знает в совершенстве татарский язык. И еще молодых маловато. Из десяти сотрудников двое уже пенсионного возраста. Работать приходится много. Корреспонденты размещают материалы и в газету, и на сайт, сами делают фотографии и снимают видео. Несмотря на переработку, зарплата оставляет желать лучшего. Поэтому постепенно молодые кадры утекают в столицу. Понимают, что приходится очень большой объем работы делать, не за большую заработную плату, и уезжают в город, в Казань, или в другие города, где стараются устроиться на более высокооплачиваемую работу. Время, как известно, летит стремительно. И понятно, кто-то должен будет прийти на смену старшему поколению. Вопрос кто? У руководителей многих районных СМИ нет сейчас четкого ответа на этот вопрос. Молодых специалистов с качественной профессиональной подготовкой все меньше. Есть и другая проблема. Не поспевает уровень подготовки молодых журналистов за современными цифровыми технологиями. И это тоже, к сожалению, печальный факт. Сегодня качественная журналистика очень серьезно отстает от реальных потребностей, возможностей, которые дают технологии. И она очень серьезно проигрывает сравнение с тем качеством, которое имела журналистика. Ну, в соответствии с ожиданиями, которые тогда были к ней, предъявлялись требования, какие к ней, которые были 20-25 лет назад. Усугубляет ситуацию и то, что в КФУ очное отделение высшей школы журналистики и массовых коммуникаций перешло на обучение по контракту. То есть главная альмаматор республики, единственная в стране, которая готовит татароязычных специалистов, теперь занимается подготовкой кадров только за деньги. На такие условия согласится не каждый. Будущим абитуриентам остается надеяться только на поддержку со стороны. Мы тогда должны сами для себя признать собственные ошибки и недостатки и должны сами начать эффективно и качественно, то есть самые недостающие нам компоненты, убеждать в том числе и решателей, что надо все-таки в это вкладываться. Есть еще один, конечно, механизм, он опробирован на реальном секторе экономики очень хорошо. Это когда работодатели все-таки начинаются участвовать в процессе подготовки. Пока что к такой практике прибегнул только телеканал ТНВ. Здесь справедливо решили. Стенания о кадровом голоде не помогут. Нужно самим действовать. Конкурс Альдана ТНВ, который завершился на этой неделе, как раз-таки шанс для талантливой молодежи проявить себя и стать полноправным сотрудником главного телеканала республики. Приз для победителей – целевой грант ТНВ на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. По итогам конкурса из 41 претендента были выбраны трое лучших. Я с пятого класса начала писать стихи, да, и вот постепенно начала, ну, рассказы тоже писать. И мне очень интересно узнавать первые новости и об этом тоже рассказать другим. Белюр-Калям или хрустальное перо. И конкурс профессионального мастерства, и место встреч для всех журналистов. И, конечно, хорошее подспорье в работе. Это я считаю, значит, оценка моего труда. Я уже 40 лет в журналистике. Это стимул для дальнейшей работы, для творческих. Среди обладателей хрустального пера и наши коллеги с ТНВ. Оператор Владимир Гурьянов признан лучшим в номинации «Взгляд через объектив». Главный декоратор ТНВ Альберт Гараев отмечен за вклад в развитие средств массовой информации. Бессменный ведущий детской программы «Кучтенеш» Альфинур Хисамовой вручили хрустальное перо за верность профессии. Автор и ведущая популярного ток-шоу Таяна Нактаса Венера Аитова получила премию в номинации «Имя в журналистике». Даже слов не хватает. Потому что моя первая победа, это моя первая статуэтка, первый такой диплом большой. Я очень рада, счастлива. И, конечно, хочется сказать очень большие искренние слова благодарности и организаторам, моим коллегам. Обладателем гран-при 21-го конкурса «Хрустальное перо» стал заместитель главного редактора газеты «Ватанам Татарстан» Габдулбар Резванов. Ему вручили символ конкурса и ключи от автомобиля. Специальная номинация конкурса «Признание» в этом году присуждена государственному советнику Республики Татарстан Нитимеру Шаймиеву. Еще 20 лет назад «Хрустальное перо» собирались вручить первому президенту Татарстана, как человеку и руководителю, открытому для СМИ. Однако тогда Митимер Шарипович убедил членов конкурсной комиссии не делать этого. И вот спустя два десятилетия председатель Союза журналистов Рима Ратникова под аплодисменты всего зала вручила Митимеру Шаймиеву долгожданную премию в специальной номинации конкурса «Признание». Делаем одно дело. И делаем ради нашего будущего, для наших детей, за будущее и за ту дружбу, которая есть. Когда есть, надо беречь. Это наше богатство. Так что здоровья, вместе и дальше жить, работать, созидать. Зарина Ахметова, роман «Безменов». Семь дней. На этом мы завершаем программу. Недавно я снова услышал историю самой пронзительной песни о войне «Журавли». Дагестанский поэт Расул Гамзатов написал это стихотворение на родном аварском языке. Изначально некоторые строки звучали так. «Мне кажется порою, что джигиты с кровавых непришедшей полей В могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Они летят, свершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь о варсхе сходна?» Через три года друг Расула Гамзатова, поэт Наум Гребнев, перевел это стихотворение на русский язык и опубликовал его в журнале «Новый мир». Именно в этом журнале стихотворение и увидел Марк Бернес, который услышал в нем что-то свое. Он попросил авторов немного изменить слова, а своего друга, композитора Яна Фрэнкеля, написать музыку. Вот так представители разных народов создали великую русскую песню о войне, корни которой в мелодичном аварском языке. Именно в этом сплаве народов и культур – сила России. Давайте не будем это забывать. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие семь дней в студии Лейлы Латыпова. На северо-востоке республики в начале недели без осадков, плюс 22-24. К концу недели ожидаются дожди и понижение температур до 17 градусов. На юго-востоке теплая и комфортная погода. С понедельника по четверг около 25 градусов тепла. Местами дожди. К выходным температура немного понизится до плюс 18. Для жителей центральных районов ближайшие семь дней будут ясными и теплыми. Средняя дневная температура – 25 градусов тепла. В воскресенье возможен дождь и 19 градусов выше нуля. На юго-западе также будет ясно. Дожди возможны лишь выходные. Днем температура около 25 градусов тепла. На северо-западе и в Казани с понедельника по пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Дневные температуры плюс 24. Дожди пройдут на выходных и температура немного понизится до 18 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова